Меня зовут Доценко Алексей. У нас SAS мобильное приложение для локального бизнеса. Самый близкий аналог. Кто, поднимите руку, пользовался хотя бы раз в жизни госуслугами? Есть такой сайт? Много рук на самом деле. Вот это то же самое только для бизнеса. На самом деле ни один бизнес малого и среднего уровня не может себе позволить подобный уровень технических решений. Куча тысячи приложений, автомоек, бизнес-центров, мероприятий. Отличное было мероприятие Атланты. Офигенное мобильное приложение. Когда я работал в Яндексе, это было 6 лет назад, мы делали Яндекс браузер, произошла такая история. Вот это офис. Офис на самом деле офигенский. Мое рабочее место. Куча проблем возникало. Яндекс High Top Rocket Science, такая вот технологичная компания, но куча проблем. Знаете, что? Когда у меня было пять встреч в день, я не мог даже сходить по нужде, но очень хотелось спать и очень хотелось кофе. У меня был WhatsApp, я договорился с местным кафе, мне приносили кофе прямо на переговорку за 4 минуты. Никакой Uber до сих пор и Delivery Club это не сделает для вас и вряд ли сделает, потому что им все равно на маленький бизнес. Электронная очередь очень классная. Приходите, встаете и ждете. Госуслуги нас сделали, ребят. Знаете, что бизнес потерпел фиаско сейчас пока и в любую поликлинику можно попасть без очереди сейчас. В любой банк надо ждать. С утра вот это до сих пор в очень современном банке, между прочим. Итак, проблемы. Проблема на самом деле одна. Проблема, что нет взаимодействия. Вообще между бизнесом как таковым, между клиентами нет. Только жесткий оффлайн. Вот пример для бизнес-центра, потому что мы этот рынок знаем уже давно, мы семь лет занимаемся недвижимостью и нет взаимодействия вообще ни с собственником, ни с управляющей компанией, ни с арендаторами, ни с локальным бизнесом. Все теряют. Что мы делаем? Краблер на самом деле соединяет. Соединяет все сообщество локальное в онлайн, позволяя общаться. Собственно, преимуществ масса. У вас, как у клиентов, появляется единое окно для взаимодействия с администрацией, с собственником и так далее. Вы можете заказывать кофе прямо из локального кафе. Собственник повышает рост доходности, потому что бизнес-центр становится намного более сервисным, как этого не сейчас. Например, заходите в бизнес-центр. Здесь пример с гостиницей, тоже самое работает. И можете заказывать услуги. Место бизнес-центра Белая площадь. Одни из наших клиентов в другом секторе. Вот такой простой софт у вас на ладошке. По клику вы получаете любую услугу, которая оказывается рядом. Реальным оффлайн бизнесом. То же самое с мероприятиями. Здесь много гостей. Попробуйте-ка познакомиться друг с другом. Поэтому у нас есть люди, в отличие от госуслуг. То есть это локальное сообщество. Сделать сложно, но у нас есть marketplace. Тема развита в США уже давно. У нас 4 потенциальных рынка. Это бизнес-центры, это коттеджные поселки, это мероприятия, это отели. Рынки все проверенные. Нам нужно 20 миллионов рублей. Капитализация рынка Москвы 1,7 миллиарда. Мы вернем 100 миллионов в течение первого года после запуска. Собственно, но мы смотрим дальше и смотрим глобальнее. В мире, вот в этих городах 25 тысяч бизнес-центров. Каждый из них может принести в сумме до 9 миллиардов в год. Это только бизнес-центры. Обращаю внимание. Наша цель. 1,7 миллиарда к четвертому году работы. Вот те города, которые нам интересны. У нас есть экосистема, у нас есть офигенская команда. Спасибо большое. Спасибо. Не, у вас микрофон-то я потом вам отдам пока что. Так все-таки давайте так, поскольку я тогда всем сразу рекомендую, начинайте, наверное, с последнего слайда. Потому что последний слайд – это самое любопытное для тех, кто вам должен выдать деньги. Ну, чуть-чуть выше. Этот. Так все-таки решение у вас для кого? Кто у вас основной клиент? Мы начинаем, поскольку этот рынок хорошо нам знаком, с бизнес-центров. У нас в базе 8,5 тысячи бизнес-центров в нашей основной компании. И с каждым мы знакомы лично. Вот так вот. И сколько вы решений уже продали? У нас сейчас закрытая альфа. Бета будет в феврале месяц. Я говорю, сколько решений вы продали? Сколько бизнес-центров уже пользуются вашим решением? Это решение пока закрытое. Мы находимся на этапе тестирования альфы. То есть, а у бизнес-центров нет своего такого подобного решения? Мы знаем. Два аналога на рынке. Основной заказчик это MR Group. Очень уважаемый девелопер. И они сделали для башни эволюции, для большевика подобное решение. Но кроме как… Вы не услышали мой вопрос. У бизнес-центров нет своего решения? Например, сейчас могут все войти на бизнес-центр Румянцева, и там есть подобное решение. Оно, конечно, не такое красивое, но решение про это уже есть. И каждый бизнес-центр, в котором бы не был офис, там есть, пусть может быть не столь красивое, но самописное решение. Вы будете соревноваться с этими решениями? Подобные решения есть у порядка 30 бизнес-центров по Москве, если говорить. Не больше. А их 8500. Это первое. Какого класса вы? Да, мы будем соревноваться. Потому что у них коробки, которые не развиваются. Стоимость средней коробки примерно 2 миллиона рублей в среднем. Там нет соцсети, там нет интеграции, он локален, он не поддерживается или поддерживается с большими затратами. У нас есть подобное обращение от управляющих компаний бизнес-центров и коттеджных поселков на подобные SAS решения. Цена у нас будет минимальная. Сколько? 10 тысяч рублей в месяц. Это аренда? Да, это SAS. Ну окей, хорошо. Если каких-то глобальных вопросов у господ инвесторов нету, то вопросов нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Это мне. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok